Доброго времени суток! Итак, раптиформика Сангвинея. Эволюция странным образом комбинирует всяческие комбинации, моделирует модели и все в этом духе. Ученые до сих пор спорят о таком феномене среди муравьев как рабовладение. Конечно же вершиной этой специализации считаются муравьи рода полиэргус, но речь сейчас пойдет не о них, хотя они не менее занятны. Кровавый муравей-рабовладелец своим названием выдает всю сущность этого вида. Вполне обычные муравьи, если не брать в счет безбашенную агрессивность как рабочих, так и матки. При любых условиях они бросаются на любые инородные объекты на арене, будь то еда или пинцет. Было бы логично, если бы их численность была под 2-3 сотни, но их не более 50 муравьев в колонии. Что касается матки, это стройная машина-убийца. При последнем переселении она, испугавшись яркого света, прикусила одним ударом брюшко рабочего муравья и скрылась в трубке кода в новой формикарий. Но не будем о плохом, начну рассказ с самого начала. Все-таки с этой маткой связана целая история, как почти с любой другой колонией. Далекий 2016 год. Лето, точнее конец весны. В проберках 5 маток, раптиформик, ушкак ловил их, рассказывать не буду. Сами матки этого вида не могут основывать колонии самостоятельно. Обычно они внедряются с боем или без него в колонию сервеформик. Убивают действующую царицу и надеются на то, что подмены не заметят. В искусственных условиях все происходит не так мрачно. Необходимо раздобыть десяток другой свежих коконов-куколок, и кровавая убийца превращается в заботливую мамашу. Из всех формицин-рабовладельцев только раптиформики могут самостоятельно вскрывать куколки. Так вот, каждой матке я подкинул по 20-30 коконов, и они тут же начали бережно укладывать упакованных куколок так, как считают нужным. Мешать в этот момент не стоит. Не стоит и переживать, что матки проголодаются. Они в любой момент могут перекусить с содержимым одного из коконов. Это такой лайфхак для ленивых. Спустя время одну из маток постигла неудача. Вышедшие рабочие почему-то ее убили и расчленили. После первой зимовки еще одна матка, точнее уже целая колония, загнулась и погибла по каким-то причинам. После второй зимовки две колонии уехали к новым хозяевам, а последняя, самая немногочисленная, осталась у меня. Бубны танца не понадобились, королева дала пару крупных пакетов яиц, и через пару месяцев численность колонии с 7 поднялась до 30 муравьев и продолжает расти. В наших широтах нет муравьев, которые славятся охотничьими навыками. В природе муравьи преимущественно питаются ослабленной или мертвой добычей, и в редких случаях нападают на кого-либо. Все-таки энергетически выгоднее собирать богатую углеводами пать и мертвичинку. Конечно же нервная агрессия раптиформик дает им некое преимущество в охоте, но все же нет, они тоже не охотники. В домашних условиях все немного иначе. Нимфы тараканов забиваются за пару минут, а знахарь складывается в кучки в гнездо, только успевая кидать на арену. В последнее время им даю кусочки сладких фруктов. Как только на арене появляется маленький ломтик груши и шкурка с мякотью от яблока, всяческий интерес в погоне за очередным тараканом или перетаскиванием туда-сюда мусора на арене пропадает. Сладкий плод тут же облепляется алой черными тельцами. Однажды мермиком давал мытый изюм, потому что иногда забываю покормить, а сушеные ягоды занимают их на некоторое время. Так вот, изюм пришелся по вкусу и раптиформиком. Спешу предупредить, что обычно изюм обрабатывают веществами, ускоряющим процесс обезвоживания. А если не хотите погубить своих питомцев, не стоит так экспериментировать. Либо хорошо промывайте и вымачивайте перед использованием. Имею ввиду перед использованием в пищу как питомцам, так и вам самим. Вообще моете любые овощи и фрукты, это не повредит. Личинкам раптиформик для окукливания необходим субстрат, так как плести кокону удобнее обложившись, чем лива. Обычно в качестве субстрата выступает мусор с арены, либо вата из инкубатора. Если колония еще живет в инкубаторе. Дальнейшим субстратом для кукли не может служить как старые коконы вышедших муравьев, либо даже личинки поменьше. С этим особо не стоит заморачиваться, но если нет у него спеть сделать, то потом не стоит удивляться, почему у формицин куколки без обертки. В целом этот вид очень интересен как в поведении, так и в феномене рыбовладения. Но перед тем, как их завести, необходимо хотя бы иметь представление, что такое зимовка и как поднимать колонии маток-парадитов. Лучшая благодарность автору – это лайк и подписка. Мойте овощи и фрукты перед едой. Спасибо за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok